Добрый день! Мы возобновляем серию передач «Вопросы о религии». Сейчас идёт рождественский пост. Наши зрители задают много вопросов, как вести себя в этот пост. Рождественский пост Рождества Христова, как и Пасхе, Воскресенье Христово. Церковь предписывает нам поститься. Для чего? Чтобы достойно встретить праздник. Если в нашей жизни не будет будничных дней, то праздник обесценивается. И когда мы готовимся к празднику, то, как правило, все дома делают порядок. Протирают пыль, убирают лишние предметы. Особенно, когда мы приглашаем гостей, мы пытаемся свой дом привести в вродцовый порядок, чтобы не было стыдно перед гостями. Так также и здесь, когда мы встречаем праздник церковный, то мы должны свою душу внутреннюю приготовить к этому празднику. И очистить свою душу от греховной пыли, от греховной грязи. И вот для этого предназначен пост. По словам Иоанна Золотовуста, ошибается тот, кто считает пост лишь в воздержании пищи. Истинный смысл поста – удаление от зла, воздержание своего языка и укращение своих греховных похотей и страстей. То есть пост имеет прежде всего духовный смысл, духовное значение. И каждый постится по мере своих сил и возможностей. По большому счету, каждый христианин должен иметь своего духовного наставника, отца. И конкретно вопрос решать о посте, как поститься, сколько поститься, каждый человек, исходя из состояния своего здоровья, своего положения, возможностей, должен решать с духовником. Есть люди здоровые, пожалуйста, поститесь полностью. Но если человек больной, после какой-то операции, или ему делают химиотерапию, ему врачами предписана молочная продукция, пожалуйста, пейте молоко. Потому что за стакан молока в ад никто не попадает. Как Христос говорил, осквеняет не то, что входит в уста, а то, что выходит из уст. Любая пища, которая попадает к нам в уста, отдав свои питательные свойства организму, рано или поздно выходит вон, согласно физиологии человека. А вот то, что выходит из уст, злые слова, раздражение, гнев, сквернословие, ложь, лицемерие, осуждение, вот это скверняет человека. Вспомните евангельскую историю, когда Христос в субботний день, а у евреев в суббота день покоя, проходили сквозь засеянные пшеницы поля, и апостолы взалкали, захотели есть. Они стали срывать колосья, теребить зерна и употреблять их в пищу. И когда законоучители увидели это, фарисеи, книжники, то они стали упрекать Христа, почему твои ученики нарушают субботний день, на что Христос сказал, не человек создан для субботы, а суббота для человека. Так же и здесь не человек создан для поста, а пост дан человеку для его духовного нравственного совершенствования. Но поскольку мы все люди разные, есть здоровые, есть больные, есть военнослужащие, ну как солдат может поститься в казарме? Он кушает там то, что ему дают, или те, кто находится в местах заключения, или кто лежит в больнице. Они не могут поститься, их пост – их болезнь. А у пожилых людей их пост – их старость, их немощи. Поэтому каждый поститься должен благоразумно. Тот пост, который вредит человеку, такой пост не угоден Богу. Самое главное значение поста – духовный смысл. Именно удаление от зла, восправление своей греховной жизни. А телесный пост – это только ступенька к посту духовному. Но это никак не самоцель. Просто помогая своей плоти, воздерживая ее от приема скромной пищи, мы смиряем свою плоть. А через это мы смиряем свой дух, свою гордыню человеческую, свои греховные желания. То есть все должно быть гармонично. И внешний пост, и внутренний должны сочетаться гармонично. Тогда этот пост даст пользу душе человека. Вот истинное значение поста – восправление своей греховной жизни и богомыслия. Чтобы мы, хоть великий пост, рождественский пост, побольше бы отдавали время молитве, сугубой молитве, утренним, вечерним правилам, чтению Священного Писания, воздержанию от усилительных мероприятий. И вот все вкупе, все это вместе даст положительный результат, если мы с вами все это будем исполнять. Как внешний пост, но самое главное – пост внутренний. Вот я и желаю всем поститься благоразумно, по мере своих сил, возможностей и состояния своего здоровья. Если ты болен, приди в храм, к своему духовнику, объясни ему ситуацию. И любой священник, я думаю, что поймет положение человека. Тут нет общих таких правил. Поэтому каждый постится, по мере своего здоровья. И этот вопрос он решает конкретно со своим духовным отцом. Многие задают такой вопрос, можно ли во время поста стричь волосы, смотреть телевизор, слушать радио, употреблять спортивное питание, заниматься спортом. Ну, конечно же, можно и умываться, и стричь волосы. И опять же, что смотреть по телевизору? Можно смотреть новости, можно смотреть духовный канал, да, православный. Можно смотреть какие-то развраты, фильмы, все зависит от человека. Это как нож в хозяйстве человека. Он полезное орудие. Можно на кухне чистить картошку, резать пироги, хлеб, масло. А ведь ножом можно убить человека. То есть, как этим пользоваться? Поэтому само по себе телевидение или радио – это не грех. Грех в том, как мы используем эти средства массовой информации, как интернет. Можно подчеркнуть полезную информацию, а можно там столько гадостей увидеть. Но это зависит от сознания и воли человека. Мы сами решаем, какую кнопку нам нажать на той или иной телевизионном пульте, какую передачу смотреть, хорошую, плохую, добрую, не очень добрую передачи, хорошие фильмы, не очень хорошие фильмы. Мы решаем сами. То есть, здесь дана нам воля, свобода. Но нужно помнить, что, по словам апостола Павла, мне все можно, но не все полезно. Ну и спортом, конечно, можно заниматься, потому что спорт укрепляет как и физическое, так и духовное здоровье человека. Лучше сходить в спортивный зал молодому человеку, заниматься спортом, чем, например, ходить по улице с сигаретой в зубах или с банкой пива. Уж лучше сходить в спортивный зал, пользы будет больше и для души, и для тела. Поэтому спорт, он укрепляет физическое здоровье человека, а наше тело – это храм нашей души. Поэтому мы должны заботиться и о душе, и о теле благоразумно. И если кто-то занимается профессиональным спортом, то, я думаю, что можно употреблять спортивное питание. В этом греха нет, потому что ведь, вот, знаете, опять же, как может паститься шахтер? Ну, заставишься шахтера пахтиться, да он упадет там в шахте, у него тяжелый физический труд. Там просто невозможно. Там по показаниям шахтерам положено пить молоко, молочные продукты, потому что они всю смену дышат угольной пылью. Если они это будут не делать, то просто шахтер упадет там от бессилия, попадет в больницу, то есть повредит своему здоровью. А такой пост, который вредит здоровью человеку, он не угоден Богу. Поэтому давайте себя не будем обманывать. Пост должен быть благоразумный. И прежде всего, это духовная составляющая поста. Не гневаться, не ругаться, не раздражаться, не обманывать, не лицемерить, не осуждать. То есть, не есть людей. А то, очень часто у нас получается так. Мы во время поста рыбу не едим, но рыбака съедаем. Нет, ты лучше съешь рыбу, но не ешь рыбака, не ешь людей, не осуждай своих близких и дальних. Пользы будет больше. Поэтому еще раз говорю, что пост должен быть благоразумный по мере своего физического состояния, здоровья, сил и возможностей. Редактор субтитров А.Семкин